Здравствуйте! С вами Закадра Мака Ингрия. И сегодня я вам покажу, как вязать вот такие вот ягодки. Я их связала белыми. У меня такой заказ. Но вы можете связать и красные вишенки, бордовые черешенки или темно-синие чернички. Как вам захочется, какая идея вас посетит. Или там красные рябинки. Любую круглую ягодку. Что нам понадобится для того, чтобы связать? Прежде всего пряжа. У меня это хлопок 100%. Пихорка успешная. Толщина этой пряжи 220 метров в 50 граммах. Вязать надо плотно. Поэтому я выбираю крючок. Вот здесь вот написано, что троечку рекомендуют для вязания. Но я выбрала более тонкий крючок 1,25. Можно брать крючок от единички до полутора. Для такой толщины пряжи. Главное, чтобы вязание было без просветов. Для наполнения ягодки понадобится наполнитель. У меня вот такой хлофайбер из подушки. Кстати, если вы не знаете, где купить наполнитель, я поступаю просто. Покупаю самую дешевую подушку в ближайшем универсаме. И у меня есть наполнитель. Кроме этого, понадобятся ножницы и пинцет или какая-то палочка, шпажка для того, чтобы набивать ягодки. Мне кажется, что пинцетом удобнее. Итак, начнем. У меня ягодка где-то размером 2 сантиметра. И я вам покажу, как вязать именно такую ягодку. И расскажу на словах, что сделать, чтобы связать более крупную или более мелкую ягодку. Итак, мы берем пряжу, крючок, делаем первую петлю, потом вторую воздушную петлю и в первую петлю, которую мы сделали, вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эта петелька стала большой и, чтобы не было дырочки, мы ее затягиваем крепко. Дальше в первую петлю, которую я провязала, бывает в нее тяжело попасть крючком, она затянутая получается. Я вяжу 2 столбика без накида. Первый и второй в ту же самую петлю. Хвостик, который у меня остался, я прокладываю вдоль линии вязания, для того, чтобы его закрепить и не мучиться впоследствии с ним, пытаясь его спрятать. Во вторую петлю тоже провязываю 2 столбика без накида, тоже будет 3 и 4 столбика во втором ряду. В третью петлю провязываю 2 столбика, это 5 и 6. Следующую петлю седьмой и восьмой столбики. Следующую девятый и десятый. И в последнюю петлю провязываю 11 и 12 столбики. То есть во втором ряду я в каждую петлю предыдущего ряда вязала по 2 столбика, для того, чтобы у меня получался круг. Следующий ряд, третий, я буду вязать без прибавок. Прибавки это когда мы вяжем по 2 или более столбика в каждую петлю предыдущего ряда. Третий ряд я вяжу без прибавок, 12 столбиков без накида. Я их считаю для того, чтобы не запутаться и не пропустить. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Третий ряд провязан. У нас вязание загибается внутрь, я его расправляю, чтобы оно загибалось наружу, было как шапочка. Четвертый ряд я опять делаю прибавки, но уже через одну петлю. То есть в первую петлю я провязываю 2 столбика. Первый и второй. Во вторую петлю один столбик, третий. Четвертый и пятый столбики провязываю в одну петлю. Шестой в следующую. Седьмой и восьмой в одну петлю. Девятый в следующую. Десятый и одиннадцатый в одну петлю. Двенадцатый в следующую. Тринадцатый и четырнадцатый в одну петлю. Пятнадцатый в следующую. Шестнадцатый и семнадцатый опять делаю прибавку в одну петлю. И восемнадцатый в следующую. То есть мы сделали в четвертом ряду шесть прибавок и опять расширили нашу окружность. Следующие два ряда я буду вязать без прибавок по восемнадцать петель в каждом ряду. И вяжу я по спирали, не соединяя первые и последние столбики столбиком прикрепа. Можно начало ряда отметить булавочкой или каким-нибудь маркером. Но поскольку вязание небольшое, ягодка небольшая, то я просто считаю петли. Мне надо провязать восемнадцать. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая и восемнадцатая. Один ряд закончен и надо связать еще один ряд. Опять читаю. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Шестнадцать, семнадцать и восемнадцать. Если вы не хотите считать, то можете просто в начале ряда маркер прикрепить. Но мне кажется, что это увеличивает время вязания, поэтому я не пользуюсь маркерами. Мы провязали с вами раз, два, три, четыре, пять, шесть рядов. Седьмой ряд. Я уже начинаю делать убавку, чтобы ягодка закругляться начала. Для того, чтобы сделать убавку, я вытягиваю первую петлю из первой петли предыдущего ряда. Потом ввожу крючок во вторую петлю, вытягиваю вторую петлю и провязываю все петли на крючке за один прием. Таким образом я сделала первую убавку. Вторую петлю я провязываю просто в столбик без накида. Третья петля, убавка, четвертая столбик без накида, пятая убавка, то есть убавку я делаю через петлю. Шестое столбик без накида, седьмая убавка, восьмое столбик без накида, девятая убавка, Десятая столбик без накида, одиннадцатая убавка и двенадцатая столбик без накида. Ряд с убавками закончен. Вот так вот у нас уже выглядит ягодка. В следующем ряду я буду вязать все петли убавками, то есть по два столбика с общей вершиной. Но мне еще надо будет ягодку набить, поэтому я должна не забыть оставить достаточно отверстия, чтобы можно было набить. Я провяжу три убавки. Первую. Вторую. И третью. У меня еще остается достаточно большая дырочка для набивки. Петельку я вытягиваю подлиннее, чтобы она у меня не потерялась и не распустилась. Беру набивку. Я использую пинцет и проталкиваю ее внутрь ягодки. Набивку я поплотнее, потому что эта набивка такая очень воздушная. Ее достаточно много входит внутрь ягодки. Такие ягодки можно использовать для декора. Например, аппликацию сделать на какой-нибудь шапочке. Можно их использовать в вязании ирландского кружева или в вязании фриформ. Но вот у меня эти ягодки, сейчас я вам покажу, листочек не очень красивый, но... Это ягодки винограда, еще тут есть листики. По листикам я тоже могу сделать видео, как они вяжутся. Они, в общем-то, простые, вяжутся быстро. Но с ними можно сделать красивый декор. Набиваю так, чтобы наполнитель не выглядывал наружу. И потом закрываю оставшиеся петли, опять-таки провязывая убавки. Это четвертая убавка в ряду. Пятая убавка. Шестая. И седьмая. В общем-то, дырочка у нас уже закрыта полностью. И я могу отрезать хвостик. Можно отрезать его побольше, для того, чтобы убирать его иглой. А если вы будете убирать крючком, хвостик, то можно поставить его чуть поменьше. И хвостик я прячу. Подцепляю его крючком. Вот таким вот образом. Тут важно не вытянуть изнутри набивку. То есть подцеплять там, где не заходя глубоко внутрь, по поверхностному слою. Вот. Лишний хвостик отрезаем. Ягодка готова. Что сделать, чтобы получить более мелкую ягодку? Можно взять более тонкие нитки и более тонкий крючок. Это один из способов. Если вы хотите сделать ягодку покрупнее, то взять, соответственно, более толстые нитки и толстый крючок. И вязать так же, как вязала я, не изменяя количество столбиков в ряду. Можно изменить количество столбиков. Если ягодку хочется сделать более миниатюрной, то остановиться на втором ряду. Сделать 12 столбиков без накида. В третьем ряду и в четвертом провязать опять по 12 столбиков. И сделать ряд с убавками, для того, чтобы закрыть ягодку. Ягодка тогда будет миниатюрной. А если хочется сделать ягодку покрупнее, у вас такая задумка, то после ряда с 18 столбиками без накида, нужно будет сделать еще 6 прибавок. Это будет уже 24 столбика в одном ряду. И наращивать ягодку, уже более крупную, связать 2 или 3 ряда по 24 столбика. А потом уже начинать делать убавки. Убавки делаются так же, как и прибавки. Если мы прибавляли 6 столбиков в ряду, то и убавлять должны тоже 6 столбиков в ряду. Тогда ягодка получится симметричной. Если вам нужно делать вытянутую ягодку, как, например, ягода Барбариса, то, соответственно, нужно провязать больше вот эту вот часть без прибавок и убавок. Чтобы ягодка была овальной, а не круглой. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, свяжитесь со мной. Я постараюсь ответить поподробнее. С вами была Ольга Ингрия. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!